Приветствую вас, Дарья. Ну, вообще-то говоря, несколько странно, что вы, будучи интровертом, заводите троих детей, и с этими тремя детьми вы, по большому счёту, получается, ну, взаимодействовать на постоянной основе и очень близко. Вот. Мне кажется, что, ну, если вы позиционируете себя как интроверта, то, наверное, нужно было ну, как минимум одного, как максимум, точнее, одного ребенка заводить. Вот. А так получается, что вы не дроверт, вы сами себя погружаетесь в это состояние, вы сами себя помещаете в это состояние, в состояние, когда вы, по сути, находите, да, среди людей, среди, ну, среди тех, кто, среди тех, кто вам доставляет дискомфорт и хлопоты. Вот. И теперь вы говорите, что мне вообще с этим делать. Ну, мне кажется, что это несколько странная история. Вот. И я думаю, что на это вам, эээ... В первую очередь, нужно обратить своё внимание. Я думаю, что именно на это вам в первую очередь нужно застричь своё внимание и подумать, как я к всему этому пришла. Да, получается что? Что я о себе не заботюсь. Получается что? Что я о себе не беспокоюсь. Получается что? Что я не думаю о себе, не прислушиваюсь к себе. И в общем в итоге помещаю себя в некомфортные обстоятельства, в обстоятельства, которые мне не подходят, которые для меня являются губительными, вот, обстоятельства, с которыми мне не по себе, в которых мне не по себе, не по себе, вот, и теперь я, вот, по сути довела себя до такого состояния, когда у меня появляется что-то вроде психоза, такого острого состояния, вот, что я уже чувствую, что больше не могу. Вот. То есть, да. Помочь вам можно, безусловно, но вам необходимо срочно обратиться к психологу и срочно начать индивидуальную работу, индивидуальную терапию, потому что, ну, времени осталось, времени вас осталось не так много на самом деле, вот, до того, как станет совсем плохо и вас уже могут госпитализировать. Вот. С чем, с чем нужно работать? Ну, во-первых, наверное, с личными границами, с умением, желанием, основаниями для того, чтобы иметь свою позицию, чтобы отстаивать свою позицию, чтобы выражать свою позицию, и чтобы, ну, как-то, вот, показывать, может быть, показывать, детям, да, детям и всем, вот, что, ну, что они могут, и должны быть без вас. Вот. Конечно, при условии, если вы это сами хотите, если вы к этому готовы. Вот. Если вы это сами не хотите, если вы к этому не готовы, то тогда лучше даже не пытаться. Вот. Ну, в целом, в целом, если вы не уважаете свои личные границы, если вы не цените свои личные границы, то, да, такая проблема, она будет у вас присутствовать, будет иметь место. Вот. И, собственно, будет вас, ну, продолжать, продолжать беспокоить. Вот. Это нормально, и было бы странно, если бы она вас не беспокоила бы. Вот. Дальше. Эээ, понимаете, какая штука? Эээ, интровертом назвать себя, ну, достаточно легко. Я полагаю, и совершенно не факт, что вы, на самом деле, проверь, совершенно не факт, что вы, на самом деле, человек, человек, которому легче, вот как-то, ну, в себе, да. Вот, потому что это нужно выяснять, это нужно выяснять, нужно набрать, насколько это правда. Вот, но то, что у вас, например, не простроены вот сейчас личные границы, да, вот, это совершеннейший факт. Можно с этим работать, и поработав с этим, вашу проблему можно решить. Посмотреть, чем, например, вам могут угрожать люди, да, чем, ну, чем могут угрожать люди, чем они вам угрожают, что именно вас беспокоит. Вот, возможно, вы увидите, что дело здесь не в интроверсии, а там, в чем-то другом, совсем не в том, что вы думаете вот сейчас вас беспокоит. Так что, то есть, вы описываете это по большому счету сценарий тупик. То есть, вот вы описываете психологический сценарий тупик, когда вы заводите себя в определенное состояние. Вот, и в этом состоянии не знаете как, не знаете как выйти из этого состояния. Вот, и у вас ничего не остается, кроме как обращаться за помощью. То есть, вы на себя берёте-берёте-берёте, вы берёте на себя очень много, берёте-берёте-берёте-берёте, и потом просто объясняете, что всё. Что всё, что вы уже, что вы, сюда вообще некуда. Вот, и это, к сожалению, не случайно, не случайно, такая позиция. Вот, вот, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить на вопрос на вашу. Ну, то есть, можно скорректировать всё, при желании можно всё скорректировать. Ну, вопрос, вопрос в том, хотите ли вы этого. Вот, а это не нормально, что с вами происходит, что с этим делать, работать, с психологом. Вот, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.